приветствую друзья у меня сегодня четвертый день игры мне нужно выходить в прямой эфир каждый день вот я не знаю сегодня ничего не готовила никакой отличной статьи в отличие от вчерашнего дня вот поэтому по стандартной схеме можно действовать у меня есть минут 15-20 перед массажем чтобы ответить хотя бы там на пару вопросов моя миссия будет сделана и я пойду заниматься своими делами так что давайте свои вопросы у кого накопились я знаю вы часто меня спрашиваете что когда будет эфир вопросов много помоги в личные сообщения я не помогаю ну нету мне времени сорян в прямых эфирах могу ответить рада всех приветствовать о сколько присоединилась вот спасибо за комплимент так приятно ты красивая красота в глазах смотрящего тоже не знаю что говорить мы можем в принципе с вами помолчать 15 минут мне главное миссию мою сделать о том что выйти в прямой эфир в любом виде в каком бы там где ни находилась найти обязательно хотя бы пять минут и выйти вот привет да привет спасибо за красотку я рада комплиментом ой вы сегодня прям меня на комплиментах ура эти словила в прямом эфире это да да ура я тоже вас рада видеть у меня еще есть такой пункт общаться с людьми быть в поле классных красоток вот и убивая двух зайцев о чем это ребенок писается ночью 6 лет каждый день недержание да так если давайте на себя переложим мальчик или девочка ребенок внутренний ребенок наш там недержание что-то мы не держим в себе не можем контролировать на что нужно обратить внимание и наоборот контролировать мы не контролируем своей жизни какие-то действия которые нужно делать как сказать к обеду да как ложка нужно к обеду вот а мы бесконтрольно какое-то качество свое используем там где не нужно это если по психосоматике как я считаю я не знаю психосоматику у других авторов мне приходит на ум что что-то мы где-то должны где-то сдерживаться и контролировать что-то вот какие-то вот прям действия а мы где надо и не надо используем что-то вот что не нужно если это способ очищения же сюда у ребенка способ очищения значит значит у меня прям чувствую как шестеренки в голове скрипят сейчас наши действия связаны со спут с отпусканием ненужного и отжившего а мы бесконтрольно что отпускаем то что еще нужно так получается что вы выкидываем еще нужные вещи или выкидываем жизни людей которые нам еще нужны либо выкидываем из нашей жизни ресурсы какие-то которые мы считаем отрицательными ненужными нам нужно учиться их использовать как-то с пользой вот а мы от этого пытаемся очиститься в принципе все я думаю что я более чем понятно объяснила что надо обратить в своей жизни внимание что мы бесконтрольно пытаемся от чего-то все время очищаться от каких-то своих действий отрицательных которые не умеем видеть в чем там польза либо пытаемся выкинуть прошлое которое в принципе должно быть принято нами и подружиться с этим так что там еще дальше кашель нервный или аллергический либо от желудка в моем поле несколько людей хекают по разным причинам это очень раздражает не могу понять что это мне говорит кашель это когда человек либо не высказался либо наоборот высказывается лишнего немного и вас раздражают вы себя раздражаете получается что тоже где-то что-то замалчиваете а что-то лишнее говорите как будто какая-то внутренняя непроявленность у вас что-то вы боитесь показывать что-то говорить боитесь а очень хочется и вот люди возможно пытаются подсказать что обрати внимание я тоже не помню психосоматику других авторов честно говоря о чем говорит храп не скажу потому что для меня это загадка я с этой темой никак не разобралась к сожалению даже сейчас если я напрягу и свои извилины попытаюсь каким-то образом ассоциации накидать я не накидаю потому что этот вопрос у меня каждый день я пока не знаю я читала психосоматику по храпу ну вообще ну не доходит до меня наберите в интернете психосоматика храп может быть вам будет близко объяснение там луизы хей до влатова кто там еще по психосоматике вот мне как-то не доходит это вообще ты говорила что смерть ребенка тоже по желанию матери сейчас мама ребенка на транквилизаторах ну да вся причина в нас и в наших желаниях мы реализуем в реальности все то что желает пройти по опыту наша душа и желания естественно встречные ребенку нужно было выйти из этой жизни потому что он пришел на этот миг со своим каким-то опытом буквально ненадолго родить тем родителям с которыми уже души там я не знаю заранее договорились кто когда придет кому и уйдет так как перестать стесняться у меня всегда работает это только в одном направлении когда я просто беру и иду в свой страх других вариантов я не умею использовать вот например мне страшно было высоту всегда там высокую поэтому я всегда там парапланы парашюты тарзанки самые высокие стеклянные там здания со стеклянным полом восхождение это мое я люблю прям пошла однажды в этот страх и все для меня это такой крутой адреналин страх сцены с детства был поэтому я максимально выходила на сцену там со своими танцами каждый раз когда я выхожу в эфир меня трясет я думаю божечки мель успокойся ты чё тысячу раз уже была в эфире дрожащими руками нажимаю вот так вот кнопочку выхожу и я забываю сразу про страх блин так кайфово так классно ничего плохого не случилось стеснение это же страх что тебя как-то там не поймут мы сами себя пытаемся ограничить потому что боимся каких-то там последствий надо разобраться да что стоит за стеснением какие страхи действительно они такие как мы о них думаем действительно будет так как мы прогнозируем если это так случится что со мной будет потом как я себя буду чувствовать что со мной самого страшного случится то есть мне кажется стеснение надо так же как и страхи прорабатывать идти в эти страхи ну хотя бы ментально и думать да а что стоит за этим страхом как мне жить дальше с этим страхом ну например страх быть на улице без квартиры без денег без работы бомжом спать в коробках ну а что дальше что вот дальше представить себе и прожить эту ситуацию как ты бомж живешь в коробке вот какие у тебя есть возможности что ты будешь делать ну ничего не будешь делать просто жить дальше а что тебе еще поделать да ну в петлю полезешь окей а дальше что ну переродишься как тебе сделать так чтобы не быть в этой коробке работать может быть там учиться получше общаться там с людьми которые могли бы дать какие-то ресурсы возможности всегда есть выход мы боимся брать просто на себя ответственность да и искать этот выход мы просто боимся что-то делать например страх о том что сегодня как раз stories посмотрела не знаю в ленте это был вообще прикол котик сидит такой и думает ох хоть бы мне не ответили на резюме хоть бы мне не ответили на резюме я так боюсь пойти на работу если мне ее одобрят это же надо работать и у него такое выражение мордочки было что не пишите мне не звоните я отправила вот ну человеку страшно стесняется ну коту страшно стесняется ладно за страхом и за нашим стеснением стоит то что придется что-то делать а мы не хотим ну вот так вот ответственность на себя брать не хотим за свои действия надо пересмотреть свои привычки почему мы такие безответственные да почему мы боимся действовать что там такого страшного здесь такой самоанализ придется провести там немаленькие взять тетрадку ручку и поотвечать себе на вопросы а что дальше а чего я боюсь что за этим стоит а если это случится как я себя буду вести а что сделать чтобы не довести до этого то есть рассмотреть со всех сторон мне лень иногда рассматривать я просто беру и шагаю в этот страх а окей помру так помру и каждый раз понимаю что я не померла каждый раз я понимаю что жива здорово ничего страшного не случилось и моя уверенность таким образом все время растет и бесстрашие тоже так просто взять и перестать вот подсказывают нравится один мужчина рядом с ним веду себя по-дурацки стрессу и сую чусь а в душе хочется накинуться на него расцеловать о чем это что сделать накинуться расцеловать боже мой и потрястись и посуетиться причем ты можешь прямо это напрямую гореть слушай я так по-дурацки себе веду я так стрессу рядом с тобой проговаривай свои чувства вот это будет классно мужчина это оценит как минимум что ты такая честная открытая зачем стесняться своих чувств проговаривайте их так 1807 все я пошла собираться у меня там 10 минут есть еще свободного времени собраться одеться и на массаж дойти была рада ответить на ваши вопросы каждый день буду теперь выходить в эфиры сегодня четвертый день 66 дней вот так что вот в какое время не знаю в моем профиле стоит колокольчик нажмите на него чтобы вам приходило оповещение кому важны эфиры кто хочет задавать вопросы там получать ответы чтобы вам приходило оповещение потому что в какое время буду выходить я не знаю день с балмошной хоть я и написала себе там шаги и планы что мне нужно делать там для реза реализации желаний по своей игре но это все равно все в хаосе непонятно в какой последовательности какие как и шаги эти будут делать поэтому я не понимаю даже не хочу устроить планы во сколько там я буду выходить в эфир не мое по плану жить так круто когда ты ставишь себе цели ставишь себе какие-то задачи ну не привязываешься к ним а гибко гибко не понимая как где во сколько ты делаешь без плана это так круто просто вот у тебя есть какие-то ориентиры ладно всех целую обнимаю была очень рада вы меня как обычно подзарядили надеюсь я вас тоже вот может быть кому-то даже были полезными ответы я желаю вам классного продуктивного дня пока а кстати пишите комментарии как обычно ставьте сердечки вот это вот всегда забываю сказать поэтому мне никто не ставит все целую спасибо 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 душ